И всем привет, ребят, с вами Старбак, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговору о тематике, и сегодня вместе с вами мы обсудим тему наших ближайших ивентов и скидок, как вы знаете, у нас уже буквально скоро стартуют новогодние ивенты, сегодня обсудим этот момент, выскажу свою точку зрения по поводу скидок, по поводу ивентов, что же нас ждет уже в ближайшем будущем, Ну а если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч токойдов, для этого настройка игры в аккаунтике, чтобы лично и так, так типа, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании Что же касаемо ивентов, прямо сейчас у нас в игре идет ледяковый период, который заканчивается через 10 дней, и по моим мнениям, по моим точным подсчетам и расчетам, именно после этого ивента стартует уже у нас рождественский и новогодний ивент в нашей замечательной игре, А именно с 22 числа у нас уже полноценно будет новый год в нашей игре со скидками, с новыми ивентами, с мини-игрой и с многими дополнительными бонусами, плюшками в виде новогодних супермиссий, из которых можно будет даже, наверное, фармить танкойны, как это было несколько годами ранее Ну и пройдемся по тем ивентам и скидкам, которые у нас были в последние два года, сравним их с тем, что могут предложить нам сейчас разработчики, ну и проанализируем вообще этот замечательный праздник Начнем с 2021 года, здесь у нас уже с 24 числа стартовал ивент с 50% скидками, в этот раз 50% скидки также у нас сохранятся на все, поэтому если вы вдруг копите кристаллы, еще не закупились, Если вы наоборот думаете закупиться прямо сейчас, точно вам этого делать не нужно, потому что уже через две недели, даже меньше, будет 50% скидки, на которых вы сможете полноценно, очень-очень вкусно закупиться Также будут, понятное дело, какие-то спецрежимы, я думаю, что будет спецрежим с Глебычем, да, так называемая пушка, которая снежками бросается магнум на ближней дальности Будут какие-нибудь, я думаю, что дебочки, да, будет безумно большое количество всяких спецпредложений, будет мини-игра и будут пряники, которые нужно будет фармить, потому что у нас есть, как минимум сейчас, интересные скины По типу там фриза Айса, за который может быть рубка, да, в рамках новогоднего ивента Но даже если там будет не тот скин, который уже есть, то может быть даже что-то новое появится, да, то есть если у нас есть фриз Айс, может быть там условно какой-нибудь викинг появится теперь на этот ивент Ну и мы увидим много чего интересного Дальше, в 2021 году был вот такой вот адвент календарь, за который можно было зафармить 2022 танкой, да, то есть сейчас я думаю, что в этом плане тоже будет что-то в этом духе сделано То есть вам нужно будет там, например, условно, каждый день выполнять заданку, вот как было, выиграть один бой И по итогу за весь период, да, за весь ивент, если вы пройдете вот эти все 17, было там 17 миссий, ну сколько там будет, я не знаю, насколько долго этот ивент продлится По идее, наверное, 2 недели плюс 3 дня, ну, наверное, так же самое, где-то 17 дней пройдет Этот ивент будет возможность тоже зафармить танкойщики, поэтому в плане халявы новогодний ивент всегда радовал нас большим количеством дополнительных бонусов Ну и в этом году еще дополнительно будет мини-игра, почему я уверен, что она будет У нас уже, ну, можно так сказать, произошел баг, а может быть это был спойлер от Ореха, да, где-то 2 недели назад, может 3 недели назад После рестарта у нас появлялись не спецпредложения, а заданки, да, супермиссии с как раз-таки уже пряниками А пряники были в этой мини-игре в виде валюты, как, например, конфеты в Хэллоуис, как вы видите, да Поэтому более чем я уверен, что мини-игра у нас в этом плане появится В 2020, каком у нас, втором году, здесь все так же самое, были 50% скидки Опять с 23-го числа начинался ивент, в этот раз с 22-го, еще раньше начнется Спецмиссии, спецрежимчики И в 22-м году давали ли у нас здесь супермиссию с халявными танкойнами? Нет, походу с халявными танкойнами у нас в этом году не давали, да, то есть было большое количество ультраконтейнеров Можно было там зафармить, а вот был адвент календарь, только с адвент календаря в сумме можно было получить 15 ультра Да, танкойнов здесь уже халявных в большом количестве, к сожалению, не давали Новогоднее оформление, мегаголды, двойные фонды Да, и к слову, о двойных фондах, я думаю, что это тот самый ивент, на котором, наконец-таки, будут двойные фонды Каждые выходные, да, то есть, условно, если у нас сейчас в последнее время разработчики почему-то перестали постоянно делать повышенные фонды и опыт То здесь, в рамках такого большого ивента, я все-таки надеюсь на то, что двойные фонды и опыт будут на протяжении всех выходных Также я жду карту с елкой посередине, да, либо там Форест, который был новый, обновленный Либо у нас еще было пару-несколько карт, да, вот именно таких плоских, да, с елкой посередине Да, я бы даже старый песок с елкой посередине хотел бы увидеть В принципе, такие карты создают новогоднюю атмосферу, ну и на них поиграть будет одно лишь только удовольствие Да, если там будет еще повышенный шанс голдов и плюс будет падать вот эта вот новая валюта в виде пряников для мини-игры Но это будет просто вообще шикарно, тогда будет мега-мотивация играть в этом спецрежиме Ну и фармить как можно больше этих пряников Информация про мини-игру я, если честно, не нашел, да, но в любом случае я точно помню, что в одном из предыдущих годов у нас точно она была Может быть в предыдущем, может быть в позапрошлом, да, но эта мини-игра была и сейчас она тоже в нашей игре появится с очень и очень большой вероятностью Ну а самое главное для меня, наверное, и для моего бездоната 2.0 это, конечно же, 50% скидки На черную пятницу я закупился, ну и теперь под новогодние ивенты у меня также будет возможность еще немножечко подкачаться Ну а дальше уже полноценно потратить все свои кристаллы на новые вложения, чтобы у меня аккаунт стал еще жестче, да На основе и на втором моем полу можно основном аккаунте, да, который был первый бездонат Там уже все выключено, единственное только там покупать какую-то расходку Но я думаю, что там лучше не расходку уж покупать, а кристаллы потратить на эту как раз таки мини-игру, чтобы заформить оттуда как можно больше дополнительных призов Надеюсь, что там появятся и новые устройства, интересные там по типу каких-нибудь устройств на корпуса в виде дронов, да Там не только спасатели, которые вот у нас в последний ивент появился, да, может быть появятся какие-нибудь новые дрончики, да С которыми можно будет уже полноценно поиграть и заформить себе новые плюшечки Поэтому как-то так, пишите, что вы думаете по поводу новогоднего ивента Согласны ли с моей точкой зрения, что именно так все это дело будет выглядеть Если у вас есть свое мнение, напишите, будет интересно почитать Ну и проявляйте максимальную активность на данный видос, если вы ждете, так же как и я, эти замечательные скидочки Ну и уже буквально через две недели нас все это дело в игре ожидает У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока